И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Но перед началом ролика, как обычно, хочется поблагодарить всех наших спонсоров-донатеров за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Собственно, как вы могли понять из описания названия ролика... Оживший Марс. Да, обратите внимание. Какой прекрасный, невероятный вид. Три известных супервулкана Марса. Обратите внимание, там есть вода, есть атмосфера, есть облака и даже какая-то городская засветка. Наверное, мы попали в будущее. Это реально Марс. Собственно, я не помню, есть ли у меня на канале ролик, посвященный живому Марсу. Но сегодня мы можем наблюдать Марс. Вот в таком изобилии. Обратите внимание. Даже есть растительность. Долина Маринер покрыта водой. Представьте себе, если бы это был Марс, на который мы смотрим. Те же, может быть, два с половиной миллиарда лет, либо два миллиарда лет, когда, насколько говорят ученые, что в каком-то виде, даже и с водой, возможно, без каких-то организмов, а на клеточных, многоклеточных, без жизни Марс мог существовать. И некоторые доказательства уже есть. Обратите внимание. Возможно, это тот Марс, который был два с половиной миллиарда лет назад. Но из-за маленького, даже очень малого, магнитного поля, боюсь сейчас ошибиться, да. Собственно, планета потеряла всю атмосферу. Итак, рассмотрим. Марс. Теплая морская субтерра с жизнью. Органическая, многоклеточная. Температура 80 градусов по Цельсию. Но, мне кажется, здесь немножко, конечно, преувеличено. Здесь было бы достаточно жарко. Парниковый эффект 135 градусов. А может быть, это то время, когда вся вода начинает выкипать. Ну, конечно, данный мод очень крутой, как на мой взгляд. Но я бы тогда убрал бы городскую засветку. Иначе это, знаете, это приводит меня к мысли, наталкивает, что это будущее Марса, когда какие-то ученые, Илл Маск и все прочие умы, великие умы нашей планеты Земля терраформировали и колонизировали Марс. Да, но больше это похоже, конечно, на колонизированный Марс. Ладно, давайте посмотрим в Википедию. Давайте чекнем информацию. Так, теплая морская субтерра, происхождение жизни, самозарождение, органическое, многоклеточное. Ну, то есть, я буду относить, что это бывший Марс. Да, когда-то, когда-то. Вот так, возможно, он выглядел. Так, атмосфера. Давайте посмотрим, что у нас по составам. Так, воды. Очень, по-моему, я... Подождите, гидросфера. Вот, вода 96%. Изобилие. Состав дна горной породы. Так, давление. Атмосферное давление 0,87. Плотность. Что по тяготению намного пониженная. Ну, в принципе, даже вот на такой планете терраформированный, ты бы был бы легче своего веса раза в два. Давайте попробуем убрать атмосферу. И давайте попробуем убрать, наверное, облака. Так. Я хочу посмотреть его материки. Невероятное вот это вот свечение, да? Обратите внимание. Как будто магнитное поле очень сильное. Так. Ну, я смотрю, что вроде бы никаких ледяных шапок на планете Марс нет. Но там достаточно тепло. Ну, правильно, 80 градусов по Цельсию, окей. Так, возвращаем все. Так, если мы уберем воду и уберем атмосферу. Так, нет облака. Вот так это все смотрится без воды. А теперь наполняем планету водой. Супер. Невероятно. Так, я предлагаю посмотреть на вот этот Марс. Знаете, с чего именно? Насколько мы знаем, что у Марса есть два спутника, Фобос и Деймос. И мы прямиком отправились к Фобосу. Посмотрим с его поверхностью на Марс. Оу, как это классно. Можно я уберу статистику? Она мне очень мешает. Невероятно классно. Так, ну что же, давайте попробуем, наверное, опуститься на поверхность. Кстати, я тут кое-что еще задумал. Кое-чего задумал сделать. С помощью некоторых модов на добавление куполов. Бас человечества. Да, у нас есть отдельный ролик. Блин, как же это классно. Смотрится. Так, давайте приземлиться. Приземлимся. И с помощью каких-нибудь куполов и бас. Да, отличный вид. Поставим их. И, короче, посмотрим внутри на ночное и дневное небо на Марсе. Собственно, ну, те виды, которые сейчас можно наблюдать с роверов, которые нам отправляют на Землю, да, те виды мы уже не увидим, но мы увидим терраформированную планету, терраформированную дневной и ночной закат, так сказать. Так. Ну что же, давайте попробуем. Ага, я понял. Мне нужно переключиться в симулятор. Не вопрос. Сейчас мы найдем Марс. Да, мы же были в планетарии, точно. Так. Давайте на Солнце. И теперь переключаемся на Марс. Прямиком отправляемся на его поверхность, простите. Может быть, даже, кстати, сесть где-нибудь... Да, почему бы нам не открыть какие-нибудь лучше виды где-нибудь, чем на равнине. Сядем вот тут вот. Вот в этой горной местности. Это у нас долина Маринер. Опустимся на поверхность. Так, нет, мне нужно видеть озера и реки. Я хочу видеть этот огромный каньон с водой. Наполненный водой. Блин, невероятно. Как же это классно смотрится. Прямо здесь. Так, ну давайте вот здесь хотя бы тогда. Я не знаю, как сейчас лягут купола. Да, вот тут самое прекрасное место. Обратите внимание, долина Маринер. Невероятно. Представляете, если бы сейчас так выглядел Марс. Ну что же, приступаем к строительству. Так. Я, честно, не помню, где это все находится. Так, Space Engine. Сколько же здесь у меня различных кораблей и всего прочего. Мне кажется, надо будет лишнее потом удалять. Так. Near Future. NASA. Это не то. Это Interstellar. Это моды на различные корабли. Вот они, по-моему. Нет. Слушайте, ну я их, по крайней мере, я их не мог удалить. Давайте попробуем. Так, нет. Это звездолеты. Это руины, в принципе. Ну давайте поставим здесь пирамиды какие-нибудь. Так. Я надеюсь, что они не провалились. Так. Они не провалились сквозь текстуру. Но они стоят все равно неровно. Ладно. Сейчас, по крайней мере, попробуем это все сбоку посмотреть. Так, руины. Древняя цивилизация на Марсе. Обратите внимание, невероятно классно, да? Представляете, если бы когда-то... Возможно, возможно, цивилизации были на Марсе. Я думаю, это оставить здесь. И все-таки я должен найти эти гребаные купола. Ангары, структуры. Вот они. Мегагород. Построим. Так. Окей. Куда он у нас делся? А, вот он. Вот он купол. Он чуть ниже просто поставился. Ну хорошо, ладно. Ох. Вот это бомбезные виды. На долину Маринер. Мне кажется, здесь бы отель бы в будущем брали бы такие баснословные деньги, чтобы посмотреть на оживленный Марс. И даже просто на тот Марс, который сейчас есть. Давайте ускорим время. Обратите внимание, кстати, да, видно планеты Солнечной системы. Это, скорее всего, даже Земля. Нет, это Венера. Но на дневном небе она прямо-таки горит огнем. Она видна. Так, это Деймос. Вон, обратите внимание, это Фобос. Так, ну что, мы ждем, в принципе, заката Солнца. Не тот. Это не тот совсем синий закат на Марсе, блин. Посмотрите, какое прекрасное северное сияние, блин. Я не буду замедлять режим. Хорошо, я хочу посмотреть на это свечение. Это Марс. Млечный путь. Блин, здесь все просто сверкает. Невероятно. Вообще, по сути, здесь бы, конечно, было бы еще бы очень достаточно хорошее освещение. И от северного сияния, и от городских засветок. Которые здесь могли бы быть. Как это будет выглядеть извне купола. Вот, вот так, на пирамиду. Ох, невероятно. Невероятно. Ускорим. Это просто прекрасно. Вот такой вот у нас, ребят, оживший Марс. Я думаю, что... Я думаю, что когда-нибудь человечеству все-таки удастся вступить на поверхность Марса. Если ты думаешь тоже так же, обязательно ставь пальчик вверх, подписывайся на канал и жми колокольчик. Пиши комментарий, что ты думаешь об этом. Всем новых открытий. И помните, друзья, что космос и вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok